Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Болезни глазами психотерапевта. Она же психосоматика, да, можно так сказать. То есть начать нужно с того, что все болезни возникают в нашем организме не просто так, если говорить с вашей точки зрения. Совершенно верно. И для начала хотела бы вообще пояснить, что за термин психосоматика. Психо – это душа, переводится по-гречески, а сома – это наше тело. И это отрасль, часть науки, медицины и психологии, которая изучает влияние наших мыслей, наших реакций на какое-то событие, нашего поведения, нашего образа жизни на тело, на физическое наше здоровье. Так. И психотерапевт тоже переводится как забота, исцеление души или исцеление душой. И вот здесь вопрос, да, прозвучит. Можно ли вылечить тело без изменения образа жизни? Или мыслей, да? Или образа мыслей. И то, что делается, как бы вот просто люди ищут волшебную таблетку, люди ищут операцию какую-то, просто влияние зарядкой, диетой, да, это всё влияние на уровни инструментов, влияние только на нашу физическую клеточку. Так. Мигрирует, но причина внутренняя не понята человеком, не пройдена. Вот этот урок не извлечён. И поэтому тело нам подсказывает. Как понять, с чего начать? Сразу идти к психотерапевту, когда заболело что-нибудь? Расскажите нам порядок действий. Сам может человек, да, что-то с этим сделать, самостоятельно изменить? Самостоятельно что-то сделать. Два вопроса, да, сразу, с чего начать. Здесь, конечно, комплексный подход. Неправильно считать, что лечить только тело, и неправильно считать, что только к психологу идти и ничего с телом не делать. Нужно и с телом что-то делать, да, и обращаться в официальную медицину, исследования проводить, анализы сдавать, да, и исследовать терапию, их рекомендации, и работать над глубинными причинами, которые привели к заболеванию. Потому что еще Фрейд сказал, исследовал, что невысказанные эмоции, невысказанные слова, невыплаканные слезы, именно вот задушенные, зажатые внутри, запрятанные где-то там, да, далеко, именно приводят к возникновению заболеваний. И поэтому их нужно достать. А это поможет сделать психотерапевт? Это поможет, да, психотерапия. Так, хорошо. То есть, смотрите, а какие-то рекомендации мы можем дать людям? Что может сам человек сделать? Конечно, следить, понять, вот если уже есть заболевания в теле, да. Ну, пример такого заболевания, например, Светлана. Головные боли, да? К психосоматике относятся практически много, большой перечень заболеваний. Это и, да, головные боли, мигрени, это и бронхиальная астма, это и кожное заболевание, это и гипертония, когда повышается давление. Органы пищеварения, может быть. Органы пищеварения, да. Первое, что может сделать человек, задать себе вопрос, а в чём, чему меня учат? Как если бы меня хотели научить с помощью заболевания, моё вот высшее, да, какой урок из этого я могу извлечь? Да. Друзья, пока вы задаёте себе этот вопрос, мы сделаем небольшую паузу, после которой вернёмся к разговору. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Спасибо, говорим Ирине Дубцовой. Спаси нас, пожалуйста. Спаси нас, мы говорим другому человеку, который в эфирной студии «Страна.ФМ». У нас сегодня психотерапевт, психолог Светлана Бук. Вот Светлане можем такие, да, просьбы обращать. Спасите нас, пожалуйста, да, от болезней. Мы говорим сегодня о психосоматике. И вне эфира поговорили о том, что в интернете часто можно найти вот эти взаимосвязи, там, то, что у тебя болит, с твоими эмоциями. И есть какие-то разные таблицы разных авторов. Да, существует много разных таблиц, и можно найти их в интернете просто по запросу «психосоматика» или «что означает болит желудок», «болит голова» и так далее. И даётся трактовочка. Что можно порекомендовать? Что человек сам может прочитать свой симптом и посмотреть, что из расшифровки ему близко, что ему отзывается, подумать, как это про него. Но на моей практике часто так бывает, и в большинстве случаев так бывает, что это только вот такой вот ориентир. У каждого человека всё индивидуально. И одни и те же ситуации, одна и та же причина может проявляться заболеваниями разных органов. И наоборот, у разных людей, например, язва желудка вызвана совершенно различными причинами этой язвы. У кого-то это увольнение с работы, у кого-то это конфликт с мамой, у кого-то это с противоположным поводом. Какое-то нервное переживание в любом случае. Да, нервное переживание. Но вот общее, да, что это может быть такой внутренний конфликт, зачастую связанный, вот если про желудок говорить, между свободой и поиском любви, поиском заботы. Или наоборот, как будто мы часто говорим, я не перевариваю что-то, я не перевариваю какую-то ситуацию, я не перевариваю данного конкретного человека. Начальник меня критикует, оскорбляет, унижает, прессирует, третирует и так далее. Я это не перевариваю. И вот это само выражение уже говорит, что у человека со временем могут возникнуть проблемы с желудком, с перевариванием пищи. Вот даже часто эта формулировка. Что тогда себе говорит, Светлана? Что может сделать обычный человек, следить о том, что мы говорим, как мы говорим, и изменять это, прям ловить это слово и как-то по-другому формулировать. Смотрите, как мы говорим, пришел новый сотрудник, это сплошная головная боль. Или мои глаза не хотят это видеть, я не хочу этого слышать. Значит, проблемы с ушками могут быть, проблемы с глазками. Это правда, прям работает, да? Это работает, это как программирование негативного самого себя. Мы говорим, наш организм это слышит, и нам говорят, но хозяин не хочет этого видеть. Что уменьшим ему зрение, он не будет видеть, он будет счастлив. Он не хочет это переварить, значит, надо каких-то ферментов недовыбросить, чтобы это не переварилось. Светлана, получается, что надо утром вставать, желать себе здоровья и всему миру, правильно? Это хорошая очень практика. И вот мы говорили, да, как эти гормоны, которые вырабатываются ночью, перевести в состояние радости. То есть ночью эти гормоны, мелатонин вырабатывается в темноте. Поэтому очень важно ложиться спать, когда в темное время суток, либо зашторивать шторки, или одевать повязочки, очки специальные, затемняющие на глазки. И с утра, наоборот, активные движения. То есть встали, одели улыбку на себя и, может быть, подвигались под музыку. Вашу любимую включили музыку, минимальная зарядка. Чтобы встать с той ноги. Встать с той ноги. Или, может, даже у меня сейчас практика двумя ногами сразу вставать на землю. И говорить, что я прям двумя ногами крепко встаю. Свет, вы так поступаете, как врач, исцелить себя сам в этой ситуации? И даже больше того, вот между приемами, да, я иногда отключаю свою любимую музыку и двигаюсь в кабинете одна. Ох, вот такие секреты. Друзья, не знаю, угадаем ли мы с любимой музыкой Светланы Бук, но сейчас что-нибудь дозарядим в эфире Страна.ФМ. Градость поднимем. Не переключайтесь. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ. В эфире телерадиоканала Страна.ФМ. Друзья, если что-то в вашей жизни сейчас заставляет закипать, смотрите нас внимательно. У нас в гостях психотерапевт, психолог Светлана Бук. Да, Светлана, мы говорим о психосоматике. Вопрос поступил из студии. Как вы выбрали этот путь и стали психологом? Ну то есть как нам интересно всегда специалист выбирает эту профессию? Мне всегда было интересно с юности, да, как мыслит человек, почему он поступает так или иначе, что и побуждающим мотивом является, и вообще вот как устроен вот этот вот мир взаимосвязи. Но когда я выбирала профессию, я посчитала, что, наверное, как-то мне будет не очень серьезно в 22-23 года принимать людей, и, наверное, это будет когда-то, когда я приобрету опыт жизненный побольше. Вы себе такую установку поставили, да? Какую-то такую установку. Как психолог будущий. И так и получилось. Первое образование я получила математик, работала программистом долгое время, а потом уже у меня родились детки, был опыт семейной жизни своей, да, и вторая профессия уже была психолог-психотерапевт достаточно в большом таком, ну как, сознательном возрасте. То есть это второе образование. И в моем вузе, кстати, учились очень многие люди, которым именно второе образование. Вот не первое, а второе. И мой учитель говорил, что это, наоборот, ну... Лучше? Более осознанные, что ли, люди. Более осознанные с опытом. И как бы, ну, интереснее получается у них в работе. То есть вы почему спрашиваете? Просто бывает так, что психологи часто приходят из-за своих каких-то решений. Да, это такое тоже есть. Да, тоже есть. Столкнулись с психосоматикой какой-нибудь, начинают разбираться-разбираться, потом так переходят уже в специальность, получают профильное образование. Такая история тоже часто, да, для экспертов? Очень часто. И, к сожалению, бывают и такие истории, когда специалист не решил эту задачу и принимает человека с этой задачей. С такой же проблемой, да? С такой же проблемой, задачкой. И тогда... И они вместе сидят и решают. Есть такое, что даже навесить свою проекцию, свое видение, то, чего у человека нет. И человек, как правило, чувствует, что это что-то не про меня. То есть уже понимает, что ему не помогает. Что-то не то, специалист говорит. Ну, такое, да, встречается. Поэтому вот спрашивали, всегда это работа над собой. И, конечно, бывают такие случаи, особенно в начале работы, да, потом все меньше и меньше, это уже на вес золота такой клиент, когда он тебя зеркалит. То есть какую-то твою задачку, которая внутри еще не до конца отработана, или забыта, какая-то травма детская. И он рассказывает историю, и тебя это тоже цепляет. И вот здесь правильно проработать это в себе, взять некую паузу, да, и только потом продолжить работу с человеком. То есть ты человеку не сможешь помочь по-честному, да, в этот момент? Потому что ты сам себе не разобрался. Разберись в себе, да, с этой задачей. Потому что, ну, как учить чему-то, чего ты сам не прошел, ну, на мой взгляд, это неправильно. Это можно просто пустые какие-то вот слова, фразы. Но есть еще, да, другое, что не обязательно тренер должен играть в эту игру, да. То есть что-то мы, вот как неосознанно, не пройдя в этой жизни, понимаем и знаем. Может, ну, какой-то вот глубинный опыт есть в этом вопросе. Понятно, помочь человеку все равно, да, можешь помочь. То есть нету здесь зацепки. Может быть, такое в жизни у тебя не проходило, проходило что-то подобное, но это тебя не цепляет. Вот задача психолога-психотерапевта — оставаться в ровности, не впадать в жалость, не спускаться, вот не плакать вместе с клиентом. То есть есть такие же, да, вот понимание его ситуации, эмпатия такая вот. Но ты остаешься на этом уровне, и человеку как бы даешь руку, показываешь вот эту дорогу. И задача — расширить его видение. Не понизиться вместе с ним и начать вот в чем отличие, да, когда мы просто жалуемся своим знакомым. И знакомые, ну, вроде становится легче, мы разделили это на двоих или на троих, на компанию и перелили вот это ведро, ну, какой-то там негатива другому человеку частичку. Таблеточку вроде как легче. Но на самом деле часто это второго человека также опускает, и он начинает вот это тоже переваривать. И не решает задачу, а просто облегчение на какое-то время. То есть вопрос не решен, а таблеточку выпили, да, безболеющую. Да, облегчение просто. Ходите, друзья, к специалистам. У нас сейчас специальная пауза, после которой мы продолжим общаться со Светланой. Не переключайтесь. И пишите нам в группу ВКонтакте с Транайфом. Светлана Бук в гостях у Страны ФМ, психолог и психотерапевт. Мы решили взять такую задачку, поскольку Светлана тоже в своей жизни меняла профессии в зрелом возрасте, да? Ну, как вы сказали. Ну, во взрослом уже, да. Во взрослом, ну, в зрелом, сознательном. Да, сознательном. Это признаки того, что человек не тем занимается. Ну, это признаки он понимает. Отсутствие радости, когда ты встаёшь с утра и не хочется идти, или начинаются уже заболевания, частые простуды, как бы вот в начальной форме. В более ухудшенном варианте, вот, у врача-стоматолога грыжа межпозвоночная, и оказывается, она уже не может сидеть, да, долгое время, да. То есть когда-то это была её профессия или профессия какого-то человека, и он получал от этого реализацию, вот, всех талантов, получал от этого, да, вот такую радость, кайф, драйв, ему хотелось это делать. Но прошло какое-то время, и это стало рутиной, ему уже мало этого. Хочется каких-то реализаций, которые он задвинул, например, вот, гончар, да, или художник, вот, творческая. Но чем успешнее человек, тем ему сложнее решиться вот к переменам. Кто я буду? Мне там 40 лет, да, здесь я главврач, здесь я заведующий, директор и так далее. А там, кто я буду, я начну с нуля, и как на меня будут смотреть, может быть, кто-то посмеётся. Да, но душа зовёт. Вот, внутренняя потребность есть рисовать, нереализована она. Я в зубах уже всё просверлил и всё знаю, я в продажах уже продал тысячу вагонов, ничего нового, да. И вот хочется чего-то другого. Но какой совет? Идти туда, идти, понимаете как? Потому что не ждать, пока вынудит нас тело к этому. А тело застали, да? А тело, получается, за потребностями нашими идёт. Оно как инструмент здесь. Если внутри страдания, то тело говорит хозяину, нужно счастье. И как я могу сделать это? Да, ну, простуды остановить, гипертоническим кризом остановить, а потом уже более тяжёлыми какими-то вещами, потому что, ну, ему нужно в другую сторону, а он упорно не слышит более лёгких знаков. И заболевание – это уже более серьёзное послание. Свет, ну, смотрите, бывает так, что человек, например, понимает, что что-то здесь уже в одной истории закончилось, да, в одной работе, но не знает, куда податься. Что-то хочется, но что-то непонятно. Здесь психотерапевты могут как-то подсказать? Конечно, есть методики определения, вытаскивания вот этого. Он знает, но он забыл про это. Или он боится. Или боится признать. Боится, то есть кажется, что это несерьёзно, кажется, что это не солидно. А если наоборот человек был… Это мы немножко про дауншифтинг говорим, вот это вот уходить в более простые профессии из каких-то… Не всегда, не всегда. Вот, а если в какую-то наоборот сферу человек почувствовал, что он физик-ядерщик внутри, понимаете? Или президентом хочет. Или врачом хочет стать, а там же учишься 7 лет, извините. Ну и пожалуйста, почему нет? К вам приходили такие и говорили, вот мы бы хотели куда-то туда, вот в те высшие сферы. Где много, да, нужно учиться. Не то, что ты сразу придёшь и будешь там работать. Нет, то есть большой путь. Ну, такой же путь у меня, где много учиться и постоянно учиться. И вот мы в перерыве говорили, ходят ли психолог, психотерапевт к другому специалисту. Ходят, потому что учатся постоянно. И ходят на другие учёбы постоянно, потому что возникают всё время новые какие-то веяния, новый взгляд. Каждый в своей работе раз изобрёл что-то, такую фишечку. И это очень здорово пойти обменяться. Смотрите, мне кажется, вот людям, которые, вот если мы сейчас говорим про тему смены работы, страшно то, что они не станут профессионалом. Ну, как бы он будет сравнивать себя с другими своими коллегами уже, даже новыми, но у тех такой бэкграунд, а ты получается такой ещё. И с профессионалами. И сложно потерять материальный статус, потому что здесь уже карьера и деньги, а здесь ты с нуля начнёшь, и неизвестно, когда появятся деньги. Но вот в моей практике есть несколько случаев, когда люди всё-таки решались и переходили. И знакомые, родственники часто им как-то не советовали, или даже так вот относились, что ты делаешь со своей жизнью, вообще скептически относились, и даже настаивали, заставляя остаться. Например, женщина работала юристом с хорошим образованием, и вдруг она решила, что она хочет стричь людей, быть парикмахером. И она какое-то время работала, а потом пошла имиджмейкером. И сейчас она счастлива. То есть... А заработок пришёл? И заработок пришёл. Хорошо, просто вы сказали, что не знаешь, когда придут эти деньги. А как вы по опыту смотрели, что фактически людям фартило как-то, помогало, как-то выкручивались? Когда человек идёт за внутренней своей потребностью, да, вот всегда судьба так распоряжается, что даёт ему эту возможность. Жизнь идёт навстречу, когда мы идём навстречу самим себе. Свет, какие ещё вызовы? Чаще всего приходят к психотерапевту и говорят, ну, мы поняли, что смена профессии, смена жизненного пути. Что ещё чаще всего? Какие запросы? Часто человек приходит и говорит, что со мной всё в порядке, только вот это противное заболевание. Или вот, пожалуйста, моя жена или моя мама, мы ссоримся, мы конфликтуем, я белый и пушистый, что-нибудь с ними сделайте, измените их. Разнимите их, да. То есть здесь перенос идёт, и это нормально, наверное, для первого приёма, да. Ответственность такой, да. И видение своей роли в этом не замечает, что человек сам делает, какой вклад в этот конфликт. И вот моя задача сказать, что все вместе давайте работать. Или вы пришли, да, значит, вы тоже останетесь. Бывают, конечно, ситуации, когда приходит одна половина, и она говорит, как мне изменить себя, чтобы у нас в семье был лад и благополучие. Тогда мы работаем с одним человеком. Но часто, вот я не знаю, какая это специализация, семейный психотерапевт. Я даже пошла после, закончила детскую и подростковую психотерапию, потому что обращается мама, дочка, сестра, брак, муж. А потом говорит, а вы с детками тоже работаете? У нас ещё внучата есть, там детки. И, ну да, и с детками тоже. Получается, вот интересно. Раньше были семейные доктора, которые получали денежку за то, что не болела семья. Вот сейчас, чем круче доктор, тем длиннее очередь у него, и мы по очереди определяем. А раньше был другой подход. Если это семья, там, посёлок, вот отвечает участковый врач за это, и люди не болеют, значит, вот это круто. Ой, как классно. Понимаете, как это здорово. Они вот это 53 аптеки у станции метро, ещё, которое называется «Здоровье-здоровье». Но сейчас вот платят, к сожалению, со страхового полюса списываются деньги, когда человек на приём пришёл. А не когда много людей здоровых, и им не требуется помощь. И врач тогда занимается предупреждением, а не вот залатыванием дыр постоянных. Понятно. То есть профилактика такая. И вот у меня такая идея семейности, сохранить семью, и с мужем, с мужчиной часто работают с задачами по бизнесу, с женой, с её женственностью, как она будет общаться с детишками, допустим. Ну, понятно, да. Вот совсем разные вопросы, разные темы. Другой подход. Друзья, во имя Петра и Февронии нам необходимо продолжить эфир «Страны ФМ». Наука и технологии на телерадиоканале «Страна ФМ». Дамы и господа, Светлана Бук по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Мы сегодня говорим о психосоматике, о том, что люди иногда очень неправильно называют то, что с ней происходит. Например, там, «Глаза бы мои не видели» и так далее. И тем самым программируют свой организм на неправильные вещи. Да, и здесь первый шаг. То есть мы должны переформулировать, негативную фразу. Вот эту фразу, что прозвучало, переформулировать. Например, часто мы говорим, когда нам рассказывают что-то хорошее, «Я побывал в такой-то стране, то-то-то повидал». Часто человек говорит «Ничего себе». То есть он как бы… Вот это мне не нужно, другими словами. Понимаете как? Это не для меня. И сразу отказывается. Вот эту фразу поймали и говорите «Вот это да, например». Наш главный редактор, Саша Хайрулина, правильный человек. Она меня всегда поправляет. Говорит, «Лиза, никогда так не говори, ничего себе». Совершенно верно. Саша, спасибо. Ну, например, можно сказать эту фразу, когда человек рассказывает, «Болело, плохо, ну вот что-то на плохое». «Ничего себе», значит, мне это не нужно. Обесцениваешь, да? Ну, то есть это не для меня. Не надо. Свет, есть такой словарь где-нибудь, переводчик? Как плохо и как не надо? Может быть, у психотерапевтов книга какая-то секретная? По алфавиту, да? Толкователь такой. Кстати говоря, можно написать, записать, наверное. Ну, конечно. Вот эти слова, переформулировочки и выложить. Вот недавно был у нас чемпионат по футболу. И многие, даже мои коллеги, специалисты спрашивают друг друга, «Ты за кого болеешь?» Там, когда наши вылетели, да, за этого, за того, встушатся в саму фразу «За кого болеешь?». То есть я болею за тех-то, да? И мы говорим, что мы их болезни берем себе на самом деле. Мы болеем вместо них. А здорово говорить, что мне симпатична такая команда. Конечно, весь мир за них говорит. И часто, вот, кстати говоря, замечено, что спортсмены сохраняют здоровье, пока они вот в команде, и только при выходе на пенсию начинается одно, второе, третье. Потому что за них уже никто не болеет. Вместо них никто не болеет. Понимаете, как? Надо спортсменам тоже какую-то фразу такую вот спасительную. Действительно так. Вот в нашей речи, к сожалению, так это работает. Есть ли какая-нибудь фраза, Светлана, для того, чтобы в личной жизни было всё хорошо, в карьере, что-то типа мантр, может быть? Желательно одна, да, чтобы на все случаи. Ну, можно не одну, но хотя бы набор. Ну, вот, исключить жалобы бесплотные. Не ныть. Не ныть всем знакомым. Вот, например, пришёл мой близкий, сказал то-то-то, он так-то меня обидел. Это ни к чему не ведёт. Если нужно, человек хочет это решить действительно, и не видит способов, как это сделать сам, обратиться к специалисту. И вот здесь вот рассказ — это не нытьё, а именно это запрос, да, прояснение. Как это сделать, что изменить? И специалист уже, профессионал, возвращает, а посмотри, как ты говоришь, а посмотри, как ты мыслишь, а давай по-другому эту развернём ситуацию, посмотрим шире, почему он так сделал, что он имел в виду или мог иметь в виду. И глаза открываются, оказывается, вау, совершенно он не хотел меня обидеть. Он совершенно по-другому мыслит. Мы у нас у всех... Просто недопонимание какое-то случилось. Глаза есть, уши, руки, и мы думаем, что мы одинаковые. И другой мыслит так же, как мы, понимаете? А он совершенно по-другому воспринимает и мыслит по-другому. Хорошо, тогда у меня такой вопрос возник. Вот смотрите, мы когда говорили про смену деятельности, вы говорите, если идёт человек за душой, к своему призванию, даже когда он разобрался, что всё как-то складывается удачно. А если он сталкивается с тем, что ему говорят, а всё, вы негодны, вы слишком взрослый, старый, может быть. Не программируют ли его? То есть он решился? Это могут сказать, если он и не решится, кстати говоря. То есть он в этой же профессии, которая ему надоела. Ему и там могут указать. Конечно, и там могут сказать. И здесь важно посмотреть. Да, мне сказали. А где здесь возможность? Я, когда заканчивала психологически, пыталась устроиться в школу. Почему-то думаю, наверное, устроюсь школьным психологом. Мне сказали, ну здорово, мы тебе поможем. У нас даже есть знакомства или связи с разными заочами разных школ. И меня не смогли устроить никуда. И я увидела здесь возможность. И потом я поняла это через несколько лет, попав на конференцию и встретившись со школьными психологами, и поняв, что они не имеют даже физического времени для того, чтобы прорабатывать задачу. И у них есть диагностика, и они описанием долго занимаются по каждому ребёнку. Ну, в общем, это не важно, не то, что вы хотели. То есть методический материал. А я хотела именно услышать задачу ребёнка и его вывести, допустим, задачу человека. И мне бы там совершенно было это не моё место. То есть когда нам отказывают, это не значит, что это крест. И это не та сфера, что нам заниматься. Просто нам нужно, значит, в другую немножечко сторону. Ищите свою сферу. Светлана Бок в гостях у Страны ФМ. Спасибо вам огромное. Было безумно интересно. Спасибо большое. Умно интересно. Умно интересно.